доброе утро уважаемые коллеги как меня слышно откуда у нас сегодня слушатели давайте проверим связь слышно казань с нами москва амурск алтай приморский край снова москва псков иркутская область сыктывкар воронеж санкт-петербург владивосток челябинск оренбург город инта я видел до этого был биск алтайский край ростов и ростов-на-дону москва казахстан с нами снова международный вебинар череповец красноярский край екатеринбург сахалин курган ессина или ессина хабаровск ульяновск комсомольск намуре волжский лениногорск хорошо волгодонск тоже с нами во первых хочется пока вот приходит слушать и поздравить вас с наступающим новым годом поэтому именно такая рамочка пожелать вам удач творческих успехов а самое главное сохранение здоровья в нашем нелегком труде хорошо а сегодня давайте поговорим об эффективных методах и приемов обучения диалогической речи на примере курсов enjoy english happy english.ru и new millenium english и обучающих компьютерных программ мы с вами увидим с вами ряд видео захватов итак для начала давайте посмотрим что же такое диалог вспомним определение это разговор двух лиц один из участников разговора является инициатором коммуникации ее адресантом другой партнером по коммуникации и адресатом то есть это отношение адресант и адресата собственно говоря какие же особенности диалога присутствует поскольку данный вид речи явно отличается как от монолога так от полилога ну в первую очередь это устная форма общения конечно же если это в письменной форме то все равно это отображается так что было понятно что речь идет о устном в виде общения краткость как мы все с вами прекрасно знаем в диалоге очень часто мы говорим краткими фразами обрывками вот но тем не менее в итоге все становится понятно конечно же спонтанность неожиданность поскольку нить разговора иногда сами не сам не замечаешь как уходит совершенно в другую сторону либо в какие приобретает какие-то повороты либо просто обрывается так появляется и спонтанность неожиданность наша естественная речь от этого никуда не деться экспрессивность использования разговоров формулы клише конечно же речь в диалоге обязательно будет да то есть какой то такой с цель поддержанность с движениями какой-то мимикой какими-то экспрессивными выражениями либо каким-то устойчивым выражением все это тоже должно быть выглядит достаточно странно когда в эмоциональном диалоге человек сохраняет абсолютное спокойствие свободно от строгих норм речи синтактическое оформление высказывания но как уже говорилось речь идет о том что тут могут быть и ошибки не мешающие коммуникативно решение коммуникативной задачи тут могут быть какие-то части предложений которых письменной речи никогда бы не столкнулись ну и все остальное и так какие же умения обеспечивают беседу что нам помогает вести беседу на иностранном языке грамотно и умело конечно же это должно должно быть стимулирование собеседника на высказывание то есть вот это умение присутствовать что что может быть стимулирование собеседника это может быть вопрос это может быть рассказ о какой-то проблеме с запросом мнения собеседника это может быть какой-то вообще наводящий вопрос либо в принципе просто реплика Реагирование на речевой стимул Это уже ответная реакция То есть, если вам, допустим, высказали какое-то мнение И спрашивают ваше мнение, конечно же, нужно ответить Если вопрос, то ответить на него То есть, это ответная реакция Это умение должно обязательно присутствовать И, конечно же, умение развертывания реплики ответа То есть, от краткого ответа, который происходит обычно в начале Либо подтверждает, либо что-то опровергает До подтверждения своего мнения То есть, это такой уже мини-монолог в диалоге Давайте посмотрим, какие примеры в учебниках Помогают нам развить эти умения и простимулировать речь И давайте посмотрим на Enjoy English для второго класса На упражнение номер два Покажи, в какие спортивные игры ты умеешь играть Пусть одноклассники догадаются То есть, в игровой форме нужно что-то сказать А они догадываются Также можно посмотреть на упражнение Пятое Угадай, в какие спортивные игры И умеет играть трики Задай ему вопросы То есть, нужно задать вопросы Для того, чтобы запросить информацию Это стимулирует общение Для уровня второго класса HappyEnglish.ru для третьего класса Тут уже будет чуть-чуть интереснее, сложнее Задайте вопросы другу, узнай, как в его семье отмечают женский день Потом ответь на вопросы другу, запиши его ответы Ну, во-первых, идет уже связь с праздником Поскольку третий класс уже более серьезная ступень обучения Уже есть какие-то основы знаний Плюс, опять-таки, вопросов больше Уже нужно записать ответ Опять-таки, стимул для того, чтобы задавать вопросы И выслушивать ответ Поскольку тебе потом нужно будет отчитаться По тому, что ты услышал Поэтому данное упражнение очень хорошо стимулирует к диалогической речи В Милле для второго класса тоже есть интересное решение Там есть в упражнении 2, на странице 9, песня В песне в виде диалога Которая помогает нам как запомнить речевые клише Такие устойчивые фразы Структуру элементарного диалога, знакомства Так и, собственно говоря, это все дело пропеть и запомнить Что же очень хорошо стимулирует и облегчает общение в виде диалога Какие же приемы обучения, собственно говоря, существуют? Ну, есть два основных пути Таких столпа ведения диалогов Ну, в первую очередь, это дедуктивный метод Путь сверху вниз от диалога к усвоению его отдельных реплик И индуктивный путь снизу вверх Потом аппроссинг От отдельных реплик к диалогу Давайте посмотрим, как это все происходит Итак, дедуктивный метод включает в себя вот такие этапы Ну, во-первых, прослушать диалог с предварительными ориентирами Наводящие вопросы, истинные и ложные утверждения и так далее Либо с использованием визуальной опоры То есть, либо они слышат диалог, либо они видят диалог Также они к нему видят какие-то наводящие вопросы Какие-то утверждения, true, false Либо еще что-то И уже дальше идет вот что Следующий этап Нужно прочитать диалог параллельно Ну, вы очень часто сталкиваетесь с данными упражнениями Мы все с ними сталкиваемся Прочитать диалог с пропущенными словами Или опираясь на убывающую подсказку То есть, есть какие-то подсказки Это может быть там из выбора слов или фраз нужно вставить Потом их становится больше, либо меньше Либо они вообще пропадают Заполнить пропуски, раскрыть скобки в диалоге Тут все просто Опять-таки, нужно Это задание как Смежное задание на грамматику Где нужно выбрать нужный вариант Чтобы получился диалог Это приучает нас к тому, чтобы Правильно строить диалогическую речь Воспроизвести диалог с частичным переводом Восстановив опущенные фрагменты реплик И, наконец, диалог целиком Тут вот что получается Сначала мы воспроизводим чужой диалог А потом у нас следующий этап Уже самостоятельно расширить реплики в диалоге Сму же добавляем, да Делаем диалог более разнообразным Взяв изначальную модель за основу И в самом конце Нужно трансформировать диалог в свой собственный То есть, от диалога к образца Приходим к своему собственному диалогу На подобную тему С подобными выражениями и фразами Очень хороший метод Но индуктивный метод ничем не хуже Далее посмотрим на него Но прежде чем посмотреть на индуктивный метод Посмотрим, как все это происходит у нас в учебниках А в учебниках у нас присутствуют оба метода одновременно Но давайте посмотрим сначала на дедуктивный Итак, Enjoy English для третьего класса И обратите внимание на первое упражнение 35-й страницы Где нужно прочитать фразы в таком порядке Чтобы получился разговор Джима и Джилл За завтраком Послушай и проверь себя То есть, сначала мы выстраиваем фразы так, как они нужны И учимся строить правильно диалоги Следить за логикой общения После этого уже во втором задании Нужно прочитать с одноклассником разговоры между Джимом и Джилл По ролям И так далее Дальше на 36-й странице Происходят все следующие этапы дедуктивного метода В Enjoy English для четвертого класса Тоже есть подобное задание Обратите внимание на задания 16 и 17 В 16-м задании нужно собрать диалог Расставить предложение в правильном порядке Послушать, проверить себя То есть, опять-таки, идет мотивация на аудирование На то, чтобы внимательно послушать аудиозапись Затем прочитать диалог с одноклассниками То есть, опять-таки, по ролям А в 17-м задании уже нужно Представить, что с одноклассником Жители разных стран Так, как это было в диалоге образца В 16-м задании Рассказать друг другу Какая погода обычно бывает В этих странах В разное время года И, собственно говоря, это будет уже Созданием своего собственного диалога New Millennium English Тоже есть такие примеры Их много И, например, давайте посмотрим Сейчас будет чуть крупнее На упражнение 5-е на странице 107 Здесь нужно в парах Задать и ответить на вопросы О каких-то необъяснимых феноменах Есть диалог-образец Есть образцы вопросов Нужен создать свой собственный диалог То есть, все время мы возвращаемся К диалогической речи Мы ее тренируем Мы ее развиваем В Милле для 4-го класса Тоже есть интересное задание В игровой форме Нужно прослушать и проиграть диалог Это задание 4-е То есть, опять-таки, идет и мотивация К диалогическому общению Потому что игры в начальной школе Очень-очень сильно привлекают учащихся Давайте посмотрим теперь На индуктивный метод С нами Матвеев Курган Рядом на границе с Украиной Ну, то есть, все более и более У нас становится международный вебинар С нами часто и Киргизия И Казахстан Вот Так, надо сделать меньше размер презентации Хорошо, сделали А, пожалуйста Индуктивный метод Итак, постановка задачи Коллективное составление Какие этапы, собственно говоря, входят в индуктивный метод? Ну, первый этап – это постановка задачи Это коллективное составление диалога под руководством преподавателя Либо самостоятельное составление диалога Этот этап постепенно свертывается Со временем выпадает То есть, в начальной школе мы его проводим То в средней и старшей школе, скорее всего, мы уже к нему обращаться не будем Далее идет ведение диалога совместно с учителем Со временем также опускается Они ведут диалог между собой Учитель уже не задействован Самостоятельное ведение диалога учащимся Следующий этап, где они уже сами ведут свой собственный диалог Давайте посмотрим, например, как это происходит Например, в миле, в рабочей тетради для второго класса Нужно прочитать и расспросить друга И, соответственно, заполнить таблицу Поставить галочки О том, у кого есть мяч У кого есть кукла Велосипед и так далее Мотивация есть, поскольку нужно заполнить таблицу Интерес есть Опора есть, поскольку слова в таблице есть И будут помогать составить свои вопросы И ответить на них То есть, уже со второго класса можно построить Простой, но полноценный диалог В миле для второго класса Уже в учебнике Есть второе задание Где нужно как сделать поделку Вырезать и сделать Так и провести по ней диалог То есть, объяснить, где в доме спряталась мышка Например, вот так Is the mouse in the bedroom? Девочка отвечает no or yes Is the mouse in the bathroom? Yes То есть, она была в ванной комнате То есть, она прятает мышку где-то в доме А второй ее одноклассник пытается определить Где же эта мышка есть Ну, практически как морской бой игра Но опять-таки, диалог происходит И мотивация тоже присутствует Что тоже очень важно Чем больше мотивации Чем больше связи с реальной жизнью Тем интереснее становится диалогическая речь Также в миле Есть на странице 18 По-моему, для третьего класса Есть замечательное упражнение Номер 2 Где нужно послушать И проследовать инструкции Затем создать свой собственный диалог То есть, в игровой форме Мы приучаем к тому Чтобы ребята, учащиеся Создавали свои собственные диалоги New Millennium English Для восьмого класса Тоже есть интересное задание На диалоге Сейчас отвечу на вопрос А можно ли посмотреть презентацию Еще раз после вебинара Да, завтра она будет выложена На портале EnglishTitch.ru В соответствующей теме Конечно, можно И видеозапись будет там же Итак, давайте посмотрим На задание номер Сейчас скажу 2 Нет, сори Чуть-чуть мелковато Сейчас немножко увеличу Опять презентацию Ага На задание третье B Нужно посмотреть на картинку И историю И в парах задать И ответить на вопросы То есть, это задание Очень похоже на задание Из ЕГЭ части говорения В одиннадцатом классе Ну и также она развивает Диалогическую речь Конечно же И в первую очередь То есть, нужно задать Какие-то вопросы По картинке По тексту Ответить на них Проиграть Итак Давайте посмотрим дальше В happyenglish.ru Для шестого класса На странице 168 Мы с вами видим Задание номер 6 Где в парах Нужно задать вопросы Ответить И с целью выяснения Какой-то информации Тоже интересный прием Если нужно выяснить В ходе диалога Какую-то информацию То это сразу Вызывает интерес И Собственно говоря Мотивирует К диалогической речи Итак Да Презентации по электронной почте Мы не высылаем Они в свободном доступе Вы их можете увидеть На портале EnglishTeach.ru Со всех вебинаров Прошедших У нас Итак В парах Нужно спросить И ответить Вопросы И выяснить Вот какую информацию What does your friend's mother look like? Who does she look like? What does your friend's father look like? Who does he look like? То есть Нужно В ходе вопросов Описать Своих родственников И своих друзей Также дается модель И сверху дается Примеры Того, как это все происходит То есть Всячески облегчается Создание данного диалога Все Все трудности Сняты Итак Давайте посмотрим На happyenglish.ru Для 11 класса Там есть такое задание 14 Work in past Discuss the following То есть Нужно Проботься в парах И обсудить что-то Подискутировать Лиза очень расстроена Из-за того, что Она Выяснила Что Британцы Не совсем Британцы Нужно найти Дать причины За и против То есть Найти аргументы И контраргументы Данное задание Очень хорошо Помогает Подготовить КС В части ЕГЭ Поскольку Там нужно Приводить Аргументы И контраргументы И также Развивает Навыки Диалогической Речи Поскольку Дискуссия Очень сильно Побуждает Диалогическую Речь Очень сильно Ее развивает Поскольку Чаще всего Появляется Азарт Хочется доказать Свою точку Зрения В Enjoy English Для третьего Класса Мы можем Увидеть Вот такие Примеры На диалогической Речи Индуктивным Методом Это будет Например Задание 6 Как я вам Говорил Дедуктивный Индуктивный Метод Очень связан Если мы С вами Смотрели На первое Задание Чуть ранее Второе Внизу Страницы 35 Теперь Смотрим На задания Пятое Шестое Где нужно Создать Собственно говоря Изначально Диалог В пятом Задании Снимаются Трудности Даются Примеры Ответов Как ты думаешь Что ответил Крокодилу Любопытному Слоненку То есть Даются Примеры Ответов Дальше В шестом Задании Нужно уже Ответить на вопросы Любопытного Слоненка Даются Примеры Вопросов В седьмом Задании Нужно Задать Слоненку Собственные Вопросы По модели Ну и Можно Собственно говоря И ответить на них Все трудности Сняты Модель Тоже Помогает Снять Трудности Мы Учимся Задавать Правильные Вопросы И уметь Отвечать На них В четвертом Классе Давайте Обратим Внимание На странице 102 На упражнении 7 Где Нужно Задать Своему Однокласснику И Спросить Его О том Что он Любит Либо Не Любит Делать В течение Урока Вопрос Очень Интересный Вызывает Бурный Интерес Учащихся И Собственно Говоря Побуждает К Диалогической Речи И Собственно Говоря Поскольку Есть Пример То Вопрос Чаще Сво Они Сдают Правильно И Отвечают На них Правильно То Что Есть Примеры И Образцы Уважаем Уважаемая Ольга Вижу Ваш Вопрос С удовольствием Отвечу На него В конце Вебинара Если Вы Заново Зададите Поскольку Он Не Совсем Относится Конкретно К Данной Теме Вебинара Но Я На него Отвечу Итак Давайте Посмотрим Дальше И Обратимся К Инжи Инглиш Для Десятого Класса К Странице 127 Где Нас Интересует Упражнение 6 Где Нужно В парах Или Группе Это Будет Уж Полилог Обсудить Следующие Вопросы Сделать Какие-то Пометки Своей Дискуссии И Подвести Итоги Собственно Говоря Данной Дискуссии Какие же Вопросы У нас Заданы Which Of the Falling International Events Would you Like Join Which Of the Events Would you Be The Most Efficient How Could You Make This Less Difficult And Etc Речь Идет О Интернациональных Праздниках Международных Праздниках Тема Очень Интересная Поэтому Собственно Говоря Предлагается Ее Обсудить Что еще Очень Важно Это Будет Являться Интересным Приемом При Обучении Диалогической Речи Это Показать Вариативность Ответов Например Вот В такой Таблице I like This book Very much Какие Могут Быть Ответные Реплики So Do I Либо Мы Согласились What Is It About Либо Мы Задали Вопрос И Собственно Говоря Дали Мостик Ниточку К Продолжению Диалога And I Don't And I Don't Мы Отрицаем Просто Данное Высказание Что Мне не Нравится Эта Бук Книга И Собственно Говоря Подвели Итог Данной Части Диалога Очень Важно Показать Что Мы Всегда Можем Найти Выход И Продолжить Диалог Как Это Происходит В учебниках Например Есть Задание Четвертое А Где Нужно Посмотреть Снова На Диалоги Представленные Ранее И Заполнить Таблицу Выражениями Которые Используют Подростки Какие Собственно Говоря Выражения Группа Выражения Нас Интересует Те Которые Дают Согласие Это Первое Те Которые Согласны Или Дают Согласие Или Несогласие И Показывают Что-либо Вот Собственно Говоря Данное Упражнение Хорошо Помогает Показать Вариативность Ответов В Диалоге И Также Помогает Набрать Клише Которые Собственно Говоря Будут Помогать Вести Собственный Диалог В ОКП Enjoy English Для Десятого Класса Я Сделал Скриншот Также Есть Spider Gram Помогающий Показать Вариативность Ответов Диалог В данном случае Нужно Распределить Слова По Темам Либо Это Спорт Либо Это Одежда И Собственно Говоря Это Помогает В Диалоге Когда Нужно Быстро Реагировать Резко Реагировать Набрать Какие-то Фразы Либо Слова Которые Помогут Создать Диалог А давайте Посмотрим Как Можно С помощью ОКП Обучать Диалогической Речи Своего рода Тоже Будет Прием И Давайте Посмотрим На ряд Видеозахватов И начнем С видеозахвата Из Enjoy English Для Девятого Класса ОКП Где Нужно Расставить В правильном Порядке Фразы Как мы Видим Диалог Который Перемешан Все Фразы Стоят Не на Нужном Месте Девятый Класс Задание Сложное Быстро Выполнить Его Нельзя Соответственно Учащийся В данном Случай Пытается Его Восстановить Понять Логику Текста И Также Ему Нужно Понимать Смысл О чем Здесь Написано Если у вас Нет Звука То Соответственно Перезагрузите Либо Заморозьте Видео Со мной У кого Пропала Презентация Сейчас Появится Видеозахват И так Как мы Видим Потихонечку Учащийся Расставляет Данный Диалог По порядку Потом Его Можно Прочитать Параля Восстанавливать Цепь Событий Учится Вести Правильно И логично Строить Свои Собственные Диалоги Если Все Правильно То Понимаете Так Учащийся Итак Давайте Посмотрим На Следующий Видеозахват Он Будет Из HappyEnglish.ru Для Седьмого Класса Давайте Посмотрим Итак Мы В восьмом Юнити Открываем Раздел Test Yourself Можно Проверить Учащегося Как Он Умеет Это Делать Здесь Нужно Уже Из Также Из Чистей Собрать Диалог Причем Проверка Идет Сразу По Частям Если Все Верно То Нам Говорится Что Все Верно Подтверждается И Постепенно Мы Затываем Все Фразы За Подарок От Рассвета До Заката В Город Итак Давайте Посмотрим На Следующий Видеозахват Он Будет Также Из HappyEnglish.ru Для Седьмого Класса Это Будет Упражнение Шесть Все Все Эти Примеры Из ОКП Для Учебника Здесь Мы Видим Сразу Весь Диалог Его Нужно Расставить По Порядку Как Это Бывает Нам Нужно Сделать В Учебнике Форма Представления Похожа Но Мы Не Рисуем Стрелочки Мы Собственно В итоге Должны Увидеть Полноценный Диалог В Письменном Виде Если Все Верно Загорается Синим Появляется Какой-то Видеофрагмент Итак Давайте Посмотрим На Следующий Пример С HappyEnglish Точка Ру Для Девятого Класса Из Раздела Практики Упражнений Тринадцать Где Нужно Сопоставить Вопросы Ответы Да То есть Это Будет Такая Блиц Опрос Диалог Также Проверить Свои Страноведческие И Общечеловеческие Знания Как вы видите Задание Достаточно Сложное Поэтому Выполняется Небыстро И если Все верно Мы нажимаем Класс Чек Видим Что Картинка Появилась Тринадцать Ролик Предоставлен Хорошо Немножко Так Расскажу Пока У нас У многих Подгружается Так А напишите Пожалуйста Когда Закончится Предыдущий Ролик У вас Да В конце Вебинара Конечно же Будет Дана Ссылка На Скачение Сертификата Итак Давайте Посмотрим На Следующий Ролик Он Коротенький Тоже Нужно Собрать Диалог А Здесь Нужно Не Диалог Собрать А Письмо Это Задание Как Нам Помогает Подготовить К Части ОГ Теперь Уже Письмо Так И Показать Как Можно Мини Монолог Рассказать В Собственно Говоря Диалоге УКП Идет В комплекте С учебниками Но Покипается Отдельно Самостоятельно Его Можно Приобрести Все УКП Можно Приобрести В интернет Магазине Издательство Титул Также В книготорговых Организациях Следующий Пример Будет Из Миля Для Четвертого Класса Давайте Посмотрим На Него В данном Случае Нужно Стрелочками Показать Где Будет Правильный Ответ На Вопрос Секунду Соскочил Итак Еще раз Посмотрим Значит Здесь Нужно Найти Правильный Ответ На Вопрос Стрелочками Подрисовать Как Раньше Фразы Все Развернутые Проверка Годного Для Диалога Я Часто Предлагаю Диалога Давайте Посмотрим Это Будет Пример По Модели Нужно Прослушать Предложение И Собрать Его Модель Да Например Из УКП Для Enjoy English Четвертый Класс Таких Заданий Много Учит Правильно Строить Предложение Если Все Верно Проверили Нажимаем Кноп Что-то Можно Исправить Вот Что-то Не понравилось Учащемуся Его Ответе Можно Заново Прослушать Предложение Поставили Точку И Нажали Еще Раз Прослушали Проверили Убедились Нажали Кнопку Чек Все Верно То Мы Видим Картинку В начальной Школе Это Очень Оживляет Урок В хорошем Смysле В смысле Этого Смysла 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 Итак, давайте снова вернемся к презентации. Мы с вами увидели, что обучающая компьютерная программа помогает нам развивать как монологическую, так и диалогическую речь в тех или иных формах. То есть это тоже можно применять. Давайте посмотрим, что еще интересного есть у нас. Можно применять ролевые игры в обучении диалогической речи. Ролевая игра – это своеобразный учебный прием, при котором учащийся должен свободно говорить в рамках заданных обстоятельств, выступая в роли одного из участников иноязычного общения. Тут я немного повторюсь, я об этом говорил ранее, что ролевые игры помогают снять языковой барьер, говорить не от своего лица очень приятно, очень привычно учащимся, поскольку мы все используем ники в социальных сетях. Поэтому это очень раскрепощает и облегчает общение. Какие же этапы включает в себя ролевая игра, применимая к диалогической речи? Во-первых, ознакомление ситуации. То есть мы знакомимся со своими ролями, с тем, к чему должен прийти, либо какие этапы должен пройти диалог. Дальше идет постановка задач, какие проблемы мы должны решить в форме такого диалога. И уже инсценировка, то есть озвучивание самого диалога по ролям. Давайте посмотрим на пример из мили для четвертого класса и обратимся к упражнению четвертому на странице 19, где как раз пример такого задания и есть. Choose a role and act out your dialogues. То есть нужно выбрать роль и смоделировать свой диалог по ролям от чего-то лица. Также идет разделение по группам, то есть диалоги будут не одинаковые, нужно выяснить разные вещи. В данном случае это будет как пройти к цирку, из парка к цирку, в кино и в больницу. То есть разные учащиеся будут создавать разные диалоги по карте, показывать, как куда пройти. В Джоинглиж для девятого класса тоже есть такое задание. Вообще во всех линейках есть ролевые игры, помогающие облегчить и развить диалогическую речь. В данном случае нас интересует упражнение 6, где нужно создать свой собственный диалог между родителями и детьми. То есть это будет либо мама с дочкой, либо отец с сыном, либо еще в каких-то вариациях. Дается, опять-таки, дополнительная информация, объяснение, и нужно это, собственно говоря, проиграть. Скажу вам честно, сколько раз замечал, учащиеся старших классов, 9, 10, 11, с удовольствием входят в роль родителей и детей, и с удовольствием, собственно говоря, проигрывают такие диалоги, обсуждают данные проблемы. Да, ОКП можно применять и с другими учебниками совершенно спокойно, отвечая на вопрос надежды. Итак, давайте посмотрим дальше. Например, еще на следующий пример. Итак, есть еще такой прием «горячий стул». Это, собственно говоря, еще можно назвать пресс-конференцией. Ситуация жизненная. Представляет собой творческое ролевое задание в качестве эффективного инструмента для обсуждения проблемных вопросов, взаимообмена информацией. Это, кстати, тоже вид игры. И, собственно говоря, как это все применяется. То есть один учащийся садится на стул перед другой частью класса, а они ему задают вопросы. Тут также интересно применить и ролевую игру, то есть он берет на себя какую-то роль, например, он какой-то известный рок или поп-артист, да, а остальные выясняют у него какую-то дополнительную информацию. Также этот прием можно использовать, когда они вам зачитывают какие-то рефераты у своих любимых артистов. Часто эти рефераты скачаны из интернета, и можно проверить, насколько хорошо они знают своего любимого артиста, посадить и дать, возможно, другим учащимся задать вопросы. Какие этапы в данном приеме используются? Какой алгоритм реализации данного метода или приема? Ученикам назначается роль определенного персонажа, как мы с вами говорили, либо они сами придумывают роль, имеющую отношение к поставленным вопросам. Может быть, вы говорите о экологии. Затем ученики анализируют свои роли в группах или самостоятельно, потому что это могут быть те, кто задает вопрос как журналисты, так и экологи, так и просто оппозиция какая-то. Другие участники групп продумывают сложные вопросы для человека, располагающегося на горячем стуле. Собственно говоря, от лица своей позиции журналиста, либо это может быть какая-то оппозиция, либо вы можете показать тем, что бывают и подсадные утки, которые задают те вопросы, которые нужны для проведения успешной пресс-конференции. Затем обсуждаемый герой садится на горячий стул перед классом, и одноклассники его опрашивают. Это поможет ученикам почувствовать сопереживание определенному человеку или свою сопричастность с той точкой зрения, мнением, которое они не разделяют. На практике сначала учащиеся неохотно идут на это, но потом сами говорят, что давайте проведем такую игру, такое задание, и активно участвуют. Давайте еще, знаете, вот на что посмотрим. Перед тем, как подвести итоги. Это, конечно же, на критерии оценивания, поскольку я знаю, это частая проблема, все мы с ней сталкиваемся. И сейчас я вам хочу показать критерии оценивания диалогической речи. Взяты они в первую очередь из практики Солововы, потом данную таблицу немножко поправил в своей книге «Щукина Анатолия Николаевича», ссылку на книгу которого я дам. В конце выходные данные. Ну и также немножко ее поправил я на практике, собственно говоря, своего преподавания в школе. Значит, данная таблица есть в книге «Щукина Анатолия Николаевича». Вот она у меня перед собой, сейчас скажу, как называется. Это методика обучения речевому общению на иностранном языке. Итак, вот какие критерии оцениваем, вы их можете взять из моей таблицы. Итак, на пятерку у учащихся почти не должно возникать проблем с пониманием вопросов по теме общения. Он способен вести беседу с соблюдением нормы языка. Это грамматические, лектические, фонетические нормы. Используя как фактическую информацию по теме, так и свои комментарии по обсуждаемой проблеме. Может начать и закончить разговор, расспросить, побудить собеседника к действию, выразить свое мнение, участвовать в обсуждении обсуждаемой проблемы и делать выводы. Владеет умением спонтанно реагировать на изменения речевого поведения партнера. Вот это будет абсолютная пятерка, если все эти критерии соблюдены. И наверняка у вас тут же возникает вопрос. Мы же говорим как о начальной сегодня, так и о средней, так и о старшей школы. Как это все применимо к разным уровням. А на самом деле эти критерии легко ложатся на европейский языковой портфель, то есть на требования выпускника начальной, средней, старшей школы. То есть на своем уровне он должен соблюдать вот данные требования. Итак, на четверку. Учащийся показывает хороший уровень понимания задания. Однако приходится повторить вопрос, поскольку он не нашел ответ. Он достаточно свободно ведет беседу, излагая не только факты, но и свое личное мнение по теме общения. Владеет техникой участия в беседе, но ему не всегда удается спонтанно отреагировать на изменения речевого поведения партнера, то есть у него возникают какие-то легкие трудности. Владеет компенсаторными умениями, хотя их арсенал недостаточно разнообразен, но все-таки какой-то есть. В речи встречаются лексические, грамматические ошибки, но они не препятствуют общению. В общем, если возникают такие легкие шероховатости, то можно смело ставить четверку, опять-таки учитывая требования на данной ступени обучения. На тройку учащийся демонстрирует общение, общее понимание, обращенное к нему вопросов и желание участвовать в разговоре. Способность выхода из затруднений, возникающих в процессе общения, выражена недостаточной, то есть он на них реагирует, но как-то слабо. Он может определить необходимость той или иной информации и выразить свое мнение, используя простейшие языковые формы. Yes or no, если это говорить про начальную школу. Он часто нуждается в повторении и объяснении вопросов, поскольку либо не понимает его, либо еще не нашел ответа. Его ответы не отличаются разнообразием, используя их единицу. Его речь косноязычна и структурно однообразна. В процессе общения учащийся часто делает неоправданные паузы, нелогично говорит выученным текстом. Вот это все нас приводит к тройке. Ну и, конечно же, самая опасная оценка, опасная больше для нас, поскольку нужно отчитываться за каждую двойку. Это учащийся испытывает трудности понимания обращенной к нему речи и участия в общении. Он часто просит повторить вопрос, говорить медленнее. Его ответ состоит из коротких фраз с использованием ограниченного набора речевых единиц и моделей языка. Не умеет адекватно реагировать на речь участников общения, высказывание может содержать лексико-грамматические ошибки, затрудняющие понимание высказывания и даже делающие его невозможным. То есть, когда он не отвечает на вопросы, не реагирует на какие-то побуждающие фразы к общению, вот тогда мы можем поставить ему двойку. Но я вам не советую этого делать. Ага. А как оценивать ребенка, который вполне прилично понимает все ему говоримое, но боится говорить сам, и барьер этот силен? Сложный вопрос. То есть, тут речь идет о языковом барьере. Я думаю, что если вы ему как-то подсказываете, и он улавливает эти подсказки, ведет диалог, поначалу можно ставить четверки. Если он с этого этапа не переходит на новый, не ведет его сам, то уже можно иногда поставить тройку. Но мотивировать его четверкой или пятеркой все-таки стоит. Да, тут нужно, как Алена Евгеньевна правильно замечает, психологическое подбадривание. Как с вашей стороны, так и оценкой. Итак, подводя итоги, что, на мой взгляд, мы можем вывести? Существует множество методов и приемов обучения диалогической речи на современном этапе преподавания иностранных языков. Я вам показал только самые основные и какие-то интересные. На самом деле их огромное множество. ОКП, обучающие компьютерной программой и вообще информационной технологией, помогают обучать диалогической речи и имеют необходимое количество разнообразных упражнений. Коммуникативная технология уделяет важную роль обучению диалогической речи, поскольку по коммуникативной технологии мы в первую очередь должны развивать навыки говорения. Итак, сейчас я вам показываю список рекомендуемых литературы, которые я использовал в вебинаре. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Вот Слана Нечественна пишет в продолжении. Я справляюсь, и со мной говорят, но в классе опять мало стремления к активной речи. Но постепенно я думаю, что это пройдет. Постепенно пройдет. Да, если не вы занимаетесь в классе, а другой учитель, то нужно как-то донести, что нужно снимать психологический барьер тем или иным способом. Способом ролевой игры, либо, в принципе, игровым методом. Ага, объяснить, для чего нужно составлять модели предложений. Модели предложений нужно составлять для того, чтобы, во-первых, они служат для того, чтобы облегчить изучение грамматики в начальной школе. В этом состоит концепция авторов УМК Enjoy English. Также они помогают запомнить правильное построение вопроса, либо утвердительного предложения. И, собственно говоря, визуализируют его построение. Спасибо. 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 Спасибо.